ВОЕННАЯ-политическая обстановка в этой стране резко обострилась в результате предпринятого Соединенными Штатами в ночь на 7 апреля массированного удара по аэродрому Шайрат, где, как вы знаете, базируются самолеты сирийских ВВС. Как известно, Россия ответила на этот неприкрытый акт агрессии против суверенного государства ООН решением о приостановке действий российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов при полетах авиации в ходе операции в Сирии. Как по линии Министерства обороны были даны соответствующие разъяснения, так и по линии внешнеполитического ведомства. Силовые действия Вашингтона – это серьезный вызов не только региональной, но и международной безопасности. К сожалению, антироссийские силы на Западе не останавливаются в своем стремлении разрушить позитивные начинания на пути к урегулированию. Как вы знаете, они были созданы в основном и главным образом благодаря усилиям России и ее партнеров по астанинскому процессу, а также спецпосланника Стефана Домистуры и его команды в Женеве. Некоторые западные средства массовой информации при этом не останавливаются в продвижении фейковых новостей и просто какой-то прямой клеветы, чего стоит распространенная 11 апреля информация о США и этот пресс со ссылкой на неназванного высокопоставленного официального представителя США о том, что, будто, цитирую, Россия заранее знала о готовящейся сирийской химической атаке. Как это можно комментировать? Понимаете, такие новости, вот эти вот фейки, они просто заставляют, видимо, комментировать это в том же русле, но давайте попробуем сегодня сделать так же. А возможно, это именно за океаном знали о готовящейся террористами провокации, поэтому заранее навели прицелы своих крылатых ракет на сирийский аэродром и Шайрат. Ну вот так мы будем вести полемику или мы будем вести в конструктивном русле? Будем ли мы задействовать, разрушая до основания средства массовой информации вот этими фейками? Или все-таки придем к пониманию необходимости ответственного подхода к решению просто уже перезревших международных проблем? И самое главное, в контексте, переходя от общих фраз к конкретике, не лучше ли бы сначала было разобраться, что же на самом деле произошло 4 апреля в Хан-Шейхуне? Обеспечить, как, собственно говоря, это сразу предложила Россия, проведение беспристрастного, объективного и профессионального международного расследования именно на местности с привлечением специалистов ОЗХО. К сожалению, наши коллеги предпочли действовать иначе. К сожалению, также, к сожалению, действия наших партнеров постоянно повторяют явления на заседании Совета безопасности ООН пробирки с белым веществом, с помощью которой США в свое время объяснили необходимость уничтожения режима Саддама Хусейна в Ираке в начале 2000-х. Параллели, аналогии, конечно, не просто уместны, они очевидны. Есть только одно «но». Сейчас ситуация намного опаснее, потому что на сцене появился новый и очень кровавый игрок. Международный терроризм в лице ИГИЛ, в лице Нусра и других ответвлений Аль-Каиды. Как они появились и в результате ошибок каких стран и в каком регионе, я думаю, мы об этом уже достаточно говорили, чтобы сегодня еще раз повторять.